МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель Розпочинает информационный выпуск телерадио-компании Гомель. У студии Наталья Ивнаценко. Доброй ранец. Надзвычайный полномоцный посол Республики Крыгыстан Кубанычбека Муралия у сёння наведая Гомельскую область. У программе визиту дипломата наведывание предприемства у Гомельсельмаш и Спартак. А таксама сустреча с керауництвом Гомельской области. Бакам ёсь, что обмерковать. По выниках минулых агода, знішнегандлёвый товароборот поміж Крыгыстаном и нашым регионам склау амаль 6 млн долларов США. Гэта удвая меньшим у 2013-м. Основу экспорту складае техніка Гомельсельмаша. Гомель у першыню далучыўся да святкаванне Сусветнага дня навуки и кет значаўся напереда дні. Пляцовкаў для правядзене ўрочыстасцяў з гэтай нагоды стал адзін з галоных центраў навуковаў дзейнасті регіона Гомельскі Дзержавны університэтэта мя Франциска Скарыны. Светками падзеў стали нашы корэспандэнты. Сусветны дзей навуки заснованы генеральна асамблея ЮНЕСКО 13 гадоў тому. Разам с тым ў Беларусі ёсць и націянальна свята, прасвечэнная гэтай сферы дзейнасті. Йоно прападеў на трэцю недзелю студеня. А леж навуковаўа супольнасць не деліць навуку па націянальнах предметах. Если я в своей области занимаюсь, положу, механикой во всём мире, ну, порядка там 180-200 человек занимаются механикой. Я их всех знаю, и все меня знают, понимаете? Паэтэму это вот такой котел, который мы варимся и обмениваемся явно, либо неявно идеями и совместно движемся вперёд. Пад свержэнім гэтаму стала сустрэчаў гадоў имя Франциска Скарыны. Сюды с докладами прабыли працтавнікі гомельсках афілеяла Национальна академія навук, университетов и навуковых установ в области. Дзень навуки стал доброй нагодой азначыць галуўные досягнення пошніх гадоў, знайсць агульныя напрамкі навуковаў дзейнасті и абьяднаць намагаў недзеля новых адкрытў. Ця род ВНУ нашага рэййона актывна инновацийна дзейнаст ведецца беларускім дзержавным университетам транспарту и гомельскім дзержавным университетам имя Франциска Скарыны. Для оценки деятельности каждого вуза есть целый ряд международных рейтингов, рейтингов, которые учитывают так называемый индекс Хириша, вебметрические рейтинги, и которые, на мой взгляд, дают достаточно объективную оценку ну что ли, уровню научных исследований. И вот в соответствии с данными рейтингами вузы нашего университета в Беларуси и в мире занимают достойное место. Ну, кстати, я хочу отметить, что наш университет так называемый вебметрическом рейтинге входит в число 15 лучших университетов мира, а всего анализировалось 24 тысячи. Флагманом же фундаментальной и прокладной науки Гомельшина з'является Институт механики металлополимерных систем имя Белого. Ей он займается распроцовкой новых материалов и выконывая проекты союзной державы. Гомельских специалистов запрашаются на головные международные конгрессы, а их распроцовки высоко оцениваются на сосветной арене. Я хочу поздравить людей, занятых наукой, людей, которые пользуются плодами науки с этим профессиональным праздником, пожелать дальнейших успехов, новых достижений. В этом очень почетном и многом обязывающем нас поприще. Ганна Ковалева, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомель завершилась Международная Олимпиада по менеджменте сярод молоди. У делу ее примали студенты и молодые специалисты, занятые в сфере стандартизации и сертификации. С пяти краин. Мероприемство было примирковано до Европейского тыдня якости, а также объявленного в Беларуси года молоди. Под обязанностью в наступном сюжете. Гостей Олимпиады примал Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации. Помираться с силами у теории якости приехали хлопцы и девчата из Беларуси, России, Украины, Литвы и Молдовы. Недалекой будущей они займут посаду в разных сферах экономики, вытворчасти и бизнесу. Это мероприятие одной из его важных задач, главных задач, является привлечение внимания к менеджменту, к современному менеджменту, в правильной трактовке, в правильной разработке каких-то позиций, в правильном использовании и в конечном итоге развитие движения, массового движения в наших странах, которое влияет в европейское движение за деловое совершенство и качество. Под час попереднего отбора высокий узровень теоретичной подрыхтовки продемонстровали усе удельники. Але же в суперфинале сустрелись два представники Украины, студентка Киевского политехнического института Алина Стралец и аудитор Александр Гаурилко, який уже мает практичный опыт. Соперникам было пропоновано выступить у ролях консультанта у миры и распроцвать рекомендации по укоренению сучасных подходов менеджменту у дочинения до городского кирования. Криху Лепш с этой задачей справился молодой человек. В самом тяжелом, сюда есть ожидания, это подготовка к Олимпиаде. Если таких мероприятий будет больше, это будет привлекаться больше квалифицированных специалистов, это будет давать возможность для развития, для какого-то стимула, как и для определенной страны, так и для какого-то индивидуального персонала, для того, чтобы достигать каких-то целей и быть лучше, чем другие. Тем временем организаторы уже рыхтуются до проведения третьей международной Олимпиады и чекают у делу ее от 30 до 50 стран. У приватности цикавость до проекта проявили Германия, Франция, Финлянда и Китай. Руслан Пролясковский, Марина Северьянова, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». У Гомель проходится обмеркование генерального плана развития города. Распрацовщики пропоновали же храм города новые погляды на его будущую, с чем сами гомельчане погаджаются не за уседы. С планами архитекторов и думками городжан ознаеме уся Олег Синцерову. По осудности, представленный для обмеркования генеральный план дальнейших развития Гомеля, карактеровка плана распрацована ГАЭШ в 2003 году. Пять годов тому, правда, у ЯГУ уже спробовали унести изменения, а ле той вариант не затвердили, бо под новую будовлю пришлось б отводить не самое горшее сельско-господачное угодим. Правда, организация процесса обмеркования представленного плану задовольняя не у всех гомельчан. Чакали, кажуть, поглядеть на макеты и фотосдымки, а убачили только карту для специалистов. Причем усе погаджаются? У любым выпадку коррективы уносить необходно. Я думаю, что доминантами в каждом районе должны быть высотки. Конечно, где-то 22-24 этажа, они будут как-то доминантами в каждом районе. Обязательно в каждом районе, я считаю, должна быть площадь. Потому что какие-то крупные мероприятия проходят, и у нас, кроме главной площади, которая на площадь Ленина, она не может разместить все те крупные мероприятия, которые проходят в нашем городе. Быда и самый перспективный жилый микрорайон у Гомеля – Паудневы, где плануется побудовать больше, как полторы тысячи квадратных метров жилья. Правда, варианты это не танны, а тому различные на перспективу. По коль же распроцовщики пропоновали больше бюджетные варианты, чем не за счет и погаджаются гомельчаням. Особливо, коли гэта тычится, будавництва объектов на месы с участок зеленых насадженьев. Гэтым соснам немец, чем по 120 годов отрымлица, что они пережили и Першую Сусветную войну, и Другую. Який лёс, чакай их теперь – великое пытанне. А прачатагу гомельчанин Сергей Гончаров пропонуя больше деталёва обследовать территорию вокруг былого военного городка Лещенец. Кажа, некакие десяти годы тому тут почали уже будавничай работы, лягут ка спынили, бо знайшли массовые останки людей, які загинули тё почас сталинских репрессий, тё почас немецкой оккупации. Тепер гомельчанин пропонуя провести тут додатковое обследование. Лично я был свидетелем, что там раскапывали, значит, строили железобетонный завод и экскаватор поднял то ли яму одну, но дальше перестали копать. Масса костей, масса черепов – это очень страшно было видеть. Обмеркование генерального плана развития гомеля почалось и 26-го кастричника и будет притягиваться до 19-го листопада. В этот период каждый может выказать свои пропоновые пожадания. После того, как будут подведены итоги общественного обсуждения, будут проходить государственные экспертизы генплана города Гомель. После положительного заключения государственной экспертизы по проекту будут готовиться материалы на утверждение президента Республики Беларусь. Олег Синчаров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Протягнуть размову про генеральный план Гомеля и перспективы ведения будовництва в областном центре мы пропонуем вам сегодня подчас программы «Деялог». Гостей из Туды станет главный архитектор Гомельской области Светлана Кухацкаволец. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-2» у 18.01.5. Онлайн-трансляция доступна на сайте www.tvrgomel.by. Свои питания вы можете адресовать гостям программы по номеру телефона промога эфиру Гомели – 77 68 45. До новинок культурного життя региона. На переддень у Гомеля отбился показ фильма-удельника основной конкурсной программы 22-го Минского международного кинофестивалю «Листопад» «Краина Оз». Азначим, что гомельчане першими у нашей краине убачили и оценили киностушку. Вероника Ворошилина с подрабязностями. Самую скандальную комедию года у город над Сожем проехали представить створальники фильма. Вядомый российский режиссер театра и кино Василь Сигарау. Выканал цегаловной роли актриса Яна Троянова и продюсер Софико Кекневелидзе. Аутра внушумела киностушке у кинотеатра Калинина, жахары и гости областного центра сустрели по особливому теплой гостинной. Премьера «Краины Оз» отбылась на кинотауры у Сочи, яна выкликала бурную реакцию глядашов и крытиков. Жюри кинотауры высоко оценила фильм и просудила его створальникам приз имяры Гора Горана за лепши сценарий. А так само приз гильды кинознавцев и кинокрытиков «Слон». Дарыш, презентация фильма «Краина Оз» для Гомеля падея знаменальная еще и тем, что Минский международный кинофестиваль «Листопад» проспять воду в Пиропынку и знов вернулся у областный центр. Для нас очень важно, что, наверное, мы первыми в республике, из регионов смогли прорвать окружение этой Минской кольцевой автодороги, чтобы все-таки снова позволить зрителям, региональным зрителям, приобщиться к тем проектам, тем фильмам, к тем настоящим образцам искусства, которые впитывают в себя «Листопад». Сюжет комедии разгортывается у Якатеринбургу. Звычайная девчина с провинции, головная героиня фильма, приезжает сюда с надеей знайсти свое жаночье счастье. В той час, по коль же хары города рыхтуются до Нового года, и она спешается на працу у свой продуктовый киоск. Однако молодая жанчина нават не подозрая, что новогодняя ночь приготовила для ее свой особливый сценарий. «Краина Оз» – это комедия про то, какие отсюда, фееричные встречи и неверогодные пригоды могут отбыться в новогоднюю ночь. Основная цель у нее все-таки, чтобы люди смеялись. Мне очень нравится, когда я сижу в зале и реагируют, смеются. Она для радости создана, хотя там есть и про любовь. Каждый зритель сам для себя что-то найдет. Для меня это все-таки, что любовь можно найти даже при самых странных обстоятельствах. Экс-центричная, местами абсурдная, варьяцкая и неверогодно смешная комедия «Краина Оз» максимально наближена до глядача. Сюжет фильма – небудрогие листы. Ее наполнены жертвовными моментами и цикавыми житевыми ситуациями. Что тыжится актерского состава, у геностушцы занялись такие ведомы артисты, как Гоша Куценко, Яуген Цыгану, Алиса Хазанова, Инна Чурыкова и многие иншие. Тым, кто не поспел бачить этот по-доброму хулиганский фильм, не варто отчаиваться. У широкий прокат на Гомельщине «Краина Оз» выходит с третьего снежня. Вероника Ворошилина, Дмитрий Радянко, Телерадо, компания «Гомель». Гомельская библиотека имя Герцена презентовала незвычайный забавляльный проект. Литературный квест «Антеутопия» переносит у дельников в 3147 год. В час, когда на планете отбылась техногенная катастрофа. Что ждет на ведомников и как трапить на гульню, расскажет Катярина Сапельникова. Квест – это пригодницкая гульня, у которой основная задача у дельников знайсти выход с закрытого помешкания. Спотребится только кемливость и оперативность, как сдобыть свободу. У будинку библиотеки размешаны 9 локаций, у каждой уникальное задание. Необходимо при помощи различных загадок, при помощи различных кроссвордов, различных поисков, различных предметов найти ключ, чтобы выбраться из этого закрытого помещения. У дельникам квеста повинно быть не меньше за 14 годов. Команду с двух-четырех человека пронают в специальную вопротку, связывают ноги и отправляют на пошук выхода. У метах безопасности у дельников постоянно сопровождают супрацовник библиотеки. На проходжение гульни дается одна година. Бонус – самое главное, что они нашли выход. Если они не найдут выход, им придется жить в помещении нашей библиотеки. Записаться на гульню можно по номеру телефона библиотеки. Каждый день, кроме пятницы, тут чекают, ожидают, чтобы опынуться в будущем и попробовать свои силы. Катерина Сапельникова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». И а в спорте. Юные аградцы у «Гомеля» начали брать буза у знагороды першинства Беларуси по мастацкой гимнастыце. Спаборніствы проходят у палацы гульнявых видов спорту. Областный центр принимает это спаборніствы уже несколько годов за пар. На першинство съехались спортсменки из всех регионов Украины. У групповых практикованьях мощнейших будут выявлять у двух взрослых категориях. У индивидуальной программе – у четырех. Команда Гомельской области на спаборніствах пакуль не фаворит. У выхованок Гомельской здюшарну марчатыры, где культивируют мастацкую гимнастыку. Только сё лето з'явилась особная зала со специализованным покрытём. Тренеры упевнены, что галоная перемога ясше напереде. Правда, и зараз ёсшим ханарыцам. У нас есть дети, которые входят в состав национальной сборной. И есть дети, которые уже тренируются в Минске. Их это была пошня информация о выпуску. Студы працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам удалого дня. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова